Сейчас в мире всё так или иначе связано с коронавирусом, но необходимо понимать, что вирусы и бактерии — это не что-то новое. Просто этот конкретный вирус — это что-то новое для наших организмов. Важно понимать, как управляться с этим человеческим существом. Потому что если вы не знаете, как управиться вот с этим, тогда вы будете управляться со всем остальным случайным образом. Вот что значит карма. Чтобы вы стали осознанными, вы начинаете осознавать свои действия, физические действия, психологические или ментальные действия, эмоциональные действия и энергетическую активность. Вы начинаете всё это осознавать. Чем больше эта активность становится осознанным процессом, тем больше вы начинаете получать контроль над природой своей жизни, и определенно над тем, что происходит внутри вас, и в значительной степени над тем, что происходит вокруг вас. Так что это время, этот вынужденный отпуск, который получили большинство из вас, перерыв от своих обычных дел, от работы, бизнеса, от самых разных обязанностей, которые у вас есть в жизни. Этот перерыв можно использовать, чтобы обратиться вовнутрь. Обратиться вовнутрь — значит, всё, что мы набрали, — это внешнее. Мир вокруг нас — это определенно что-то внешнее, вещи, которыми мы обладаем в своей жизни. Дома, одежда, автомобили, отношения, даже наше тело, потому что его мы тоже набрали за определенное время. Всё, что мы набрали — это внешнее, включая содержимое вашего ума, которое вы набрали снаружи, и кармическую субстанцию, которую вы набрали в процессе жизни. Так что, если отставить внешнее, если вы сидите здесь, создавая небольшую дистанцию между собой и тем, что вы набрали, вы естественным образом обращаетесь внутрь. Так что разница лишь в следующем — что является мной и что является моим. Вы должны ощутить это различие на своем опыте. Для этого существует множество методов. Сегодня или, скорее, завтра утром мы подготовим два пакета. Один — это мантра, и другой — это ишекрия вместе с мантрой. Сейчас хорошее время, чтобы заняться этим, потому что это хорошее время для того, чтобы создать дистанцию между собой и всем, что вы набрали, включая ваш вирус, если вы им заразились. Если присутствует дистанция между вами и тем, что вы набрали, ваша способность справляться с разными ситуациями, и, самое главное, ваша способность управляться со своей ситуацией, невероятным образом улучшается. Она улучшается настолько, что люди, которые не знают, как управляться собой, почти что начинают считать вас сверхчеловеком. Как я уже говорил много-много раз, смысл не в том, чтобы быть суперменом, но в том, чтобы осознать, что быть человеком — это супер. Итак, сейчас многие люди жалуются. Чем нам занять свое время? Мы не можем пойти в офис, не можем заняться своим бизнесом, не можем пойти в ресторан, не можем никуда выйти. Чем нам заняться дома? С каких это пор дом стал таким ужасным местом? Если дом стал таким ужасным местом, воспользуйтесь этими пятнадцатью днями, чтобы исправить его и превратить в чудесное место, потому что это место, где вы живете. Это место, в котором вы живете. Это ваша база. Если, по вашим ощущениям, ваш дом — это нечто ужасное, разве сейчас не самое время исправить это? Говорю вам, проблема не в вашем доме, проблема в вас, потому что вам нужно проводить время в компании самого себя, и большинство людей это пугает. Если дело обстоит так, и быть наедине с собой — это такая большая проблема. Я хочу, чтобы вы также оценили и проблему, которая возникает у всего мира. Когда люди работают с вами, когда людям приходится быть с вами, вашей семье, коллегам, друзьям, наверняка вы для них представляете проблему, если вас самих пугает перспектива провести время наедине с собой. Очень важно, чтобы мы и это тоже изменили. Сейчас хорошее время, чтобы добиться этого. Я надеюсь, что потери, связанные с жизнью, для нас будут минимальными. Но, вне зависимости от того, произойдет это сейчас или нет, страх перед вирусом, по сути, означает, что вы столкнулись лицом к лицу со своей смертностью. Когда вы сталкиваетесь со своей смертностью лицом к лицу, вы понимаете, насколько хрупка человеческая жизнь. Так что в такие времена будет хорошо начать различать, что такое вы и чем вы не являетесь, что такое я и что принадлежит мне. То, что принадлежит мне — это одно. То, чем я являюсь, имеет жизненно важное значение. Что бы вам не принадлежало, вы всю свою жизнь можете потратить на то, чтобы набирать разные вещи. Но в конце вашей жизни не будет сервиса по транспортировке. Мы пришли сюда с ограниченным запасом времени и энергии. Сейчас микроорганизм напоминает вам о вашей смертной природе. Я хочу, чтобы вы поняли, что микроорганизм не против вас. Он просто пытается обеспечить себе жизнь. К сожалению, его агрессивный подход к обеспечению собственной жизни лишает жизни вас. Точно так же, как деятельность человека. Люди в поиске своего благополучия разрушили жизнь на этой планете. Они угрожают самой жизни на планете. Не из-за дурных намерений, конечно. Просто из-за стремления к хорошей жизни. Также и вирус всего лишь хочет процветать. И вы являетесь его носителем. Он делает то же, что и мы делаем с планетой. Вот и все. Ни больше, ни меньше. Но сейчас не время философствовать и напоминать себе обо всем этом. Сейчас наша основополагающая обязанность — остаться в живых и поддерживать в живых всех вокруг нас, особенно тех, кто наиболее уязвим. Нам необходимо пройти этот тест. Это произойдет только благодаря ответственным действиям. В следующие 24 часа практически вся Индия переходит в режим изоляции. До 31 числа. Что значит на 9-10 дней. И вместо того, чтобы делать это в полсилы, лучше делать это в полную силу. Так решило правительство. Регионы также солидарны с этим. Так что отменены все авиарейсы, все поезда, любые виды общественного транспорта. Все полностью закрыто, за исключением нескольких служб, имеющих критически важное значение. Подобная решимость необходима для того, чтобы сделать этот процесс успешным. В противном случае, если это будет выполняться в полсилы, это создаст множество неудобств, не принося при этом никаких результатов. Нам нужно делать это на полную, и мы должны быть готовыми к изоляции на 2 или 3 недели. Я знаю, что это будет многого нам стоить с точки зрения экономики, бизнеса, повседневной жизни. С этим связано много проблем. Но лучше иметь все эти проблемы, чем умереть. Самое главное — быть живыми. С проблемами мы справимся. Мы соберем наши жизни по кусочкам после того, как все это закончится. Институты, бизнесы, отдельные люди — все попадут под удар. Но важно, чтобы мы не позволяли людям умирать. Мы не должны позволять людям умирать просто из-за безответственных действий. Очень важно, чтобы вы оставались живы. Сейчас это самое главное. С остальным мы разберемся позже. Но в то же время экономической активности не обязательно останавливаться полностью. Мы живем во времена технологий. С их помощью можно поддерживать очень многое. Не все, но, по крайней мере, в отдельных частях что-то может продолжаться. Давайте не будем паниковать, не будем создавать тревожность. Потому что если вы будете беспокоиться слишком много, вы лишь удвоите свои проблемы. Вот и все, что произойдет. Проблем уже и так достаточно. Не нужно приумножать их у себя в уме и создавать панику и страх. Мы справимся с этим по мере наших возможностей. Мы должны быть сконцентрированы на том, чтобы произошло наименьшее возможное количество смертей. Мы не должны допустить массовых смертей из-за вируса. Это ответственность, которую должен взять на себя каждый человек, как в Индии, так и по всему миру. Кажется, есть много вопросов. Намаскарам, Садгуру. Первый вопрос о Тритике. Садгуру. Откуда она? Из Бангалора. Садгуру. Недавно я читала, что в Италии дельфины подплывают ближе к берегу. В Польше по улице ходят дикие животные. В Китае и во многих других странах снизился уровень загрязнения окружающей среды. Эта природа таким образом преподает нам урок? Нас называют человеческими существами. Ни одно животное на этой планете так не называется. «Мы — человеческие существа». Это значит, что нашей основной характеристикой является понимание того, какими быть. К сожалению, человечество изо всех сил пытается доказать, что это не так. Я повторял это очень много раз. Я говорил об этом по-разному. Если мы не научимся делать правильные вещи осознанно, природа научит нас этому, преподав очень жестокий урок. Самое главное во всем этом — само население. Что нас беспокоит во всей этой ситуации с коронавирусом — это плотность населения, которая заставляет его распространяться повсюду. Но никто не хочет обращать на это внимание. Обычно мировые лидеры не говорят об этом, потому что никто не хочет идти против религиозных групп, которые всегда выступают против этого, какими бы ни были причины. Так продолжается уже очень долгое время. Одна из основных проблем — это население. Если вы хотите знать мое мнение, на самом деле это единственная проблема. Да, мы милы, но нас слишком много. Мы научились отсрочивать смерть, благодаря медицине, вакцинациям и всему прочему. Как только мы берем проблему смерти в свои руки, то будет разумным взять и деторождение в свои руки. Но мы верим, что это Божья воля. Мы хотим сделать смерть нашей ответственностью. И к вопросу рождаемости нужно подходить точно так же. Если мы откладываем смерть, то рождение тоже нужно отложить. Это очень важно. Человек оставил после себя настолько большой след, что на планете не осталось места для других живых существ. Возможно, с научной точки зрения это не так. Но предположим, что вы — вирус. Вы — вирус, и вашей средой обитания являются животные, а их популяция уменьшается. Разве вы бы не выбрали новую среду обитания? Может, именно это вирус и сделал, потому что животных уже не хватает. Во-первых, популяция диких животных сокращается самым драматичным образом. С другой стороны, каждый день другие виды животных идут на убой. В год мы забиваем более семидесяти миллиардов животных ради пищи. Десять миллиардов человек убивают семьдесят миллиардов животных по всему миру. Я уверен, что столько мы не едим. Но вот насколько безрассудно мы живем. Так что если животные, носители вируса исчезают, возможно, вирус мутирует, чтобы приспособиться к человеку. Я не говорю с научной точки зрения. Это простая логика. Будь вы вирусом, разве вы бы этого не сделали? Определенно, вы бы сделали это, потому что если ваша среда обитания исчезает, вы хотите найти новые места обитания, новые места для выживания. Так что в каком-то смысле так и есть. Но сейчас не время говорить об этом. Сейчас не время говорить. Вы сделали вот так, и поэтому все это происходит. Вы это заслужили. Нет. Сейчас время. Сейчас не время для этого. Сейчас время для разумных действий. Если люди заражены и страдают, им нужно ваше сострадание и внимание. Сейчас не время говорить обо всем этом. Но мы должны думать об этих вещах в долгосрочной перспективе. Что если мы не освободим место для других существ, чтобы они могли выживать на этой планете, то вы увидите, что даже мы не сможем выжить, потому что наша жизнь не является чем-то независимым от всех других существ, особенно от микроорганизмов. Они очень даже являются частью нашей жизни. Вы можете прожить без своих родственников и друзей, но вы не можете прожить без микроорганизмов. Просто для информации. С течением времени этот вирус может стать дружелюбным, потому что именно так работают эти патогены. Они ищут место, где можно жить и просветать. Так что они действуют определенным образом. Это урок. Видите ли, из каждой ситуации можно извлечь урок. Если мы готовы учиться. Если вы готовы учиться, то катастрофы не произойдет. Каждый день, каждый момент приносит нам какой-то урок. Но, к сожалению, мы не учимся. Мы ждем катастрофы, а потом хотим об этом философствовать. Пожалуйста, не философствуйте. Пожалуйста, не начинайте говорить, что это с нами происходит, потому что мы заслужили это. Те люди, которые это делали, заслуживают этого. Оставьте такую чушь. Это нас ни к чему не приведет. Сейчас самое главное — думать о том, как не стать переносчиком вируса. Важно не стать носителем, не заразиться. Убедитесь, чтобы больше никто не заразился. Сейчас самое простое, что можно сделать — это соблюдать дистанцию. Дистанцию от всего. Сейчас время для того, чтобы побыть наедине с собой. Время для того, чтобы заглянуть внутрь себя. Уже долгое время я пытаюсь подтолкнуть вас к духовности. Похоже, что для этого вам нужен был вирус. Да, пожалуйста. Намаскарам, Садгуру. Есть ли что-нибудь, что могут сделать все волонтеры Иши по всему миру, чтобы как-то улучшить эту ситуацию? У нас миллионы волонтеров. И лучшее, что они сейчас могут сделать — это не выходить на улицу. Держитесь подальше от других людей. Держитесь друг от друга на расстоянии полтора-два метра. А также придерживайтесь простых рекомендаций, о которых все сейчас говорят. Справьтесь вот с этим. Пока это все, что необходимо. Мы думали, чтобы запустить информационную кампанию для сельских жителей в окрестностях центра Йоги Иша. Она еще на стадии рассмотрения, потому что я узнал, что большинство людей уже знают обо всем этом благодаря телевидению и социальным сетям. Так что они довольно хорошо информированы, даже в сельской местности. Следующий шаг — если все выйдет из-под контроля, если произойдет массовое распространение вируса, если такое произойдет, надеюсь, что нет. Надеюсь, что благодаря изоляции такого не случится. Но вчера в моем разговоре с министром здравоохранения штата Тимиланат мы предложили, что если будет необходимо, если будут нужны тысячи дисциплинированных волонтеров, мы готовы помочь. Мы придем и будем помогать. Так что мы взяли на себя такое обязательство. Точно так же, где бы вы ни находились, вы можете предложить то же самое. Да, конечно, в этом есть риск. Риск есть. Вам нужно быть крайне дисциплинированными, чтобы убедиться, что вы решаете проблему, а не усугубляете ситуацию. Не стоит отправляться на помощь, если вы сами можете заболеть и стать частью проблемы. Каждый, кто заражается вирусом, усугубляет проблему. Это то, что нам нужно остановить. Сейчас лучше всего держаться подальше от людей, оставаться дома. Если вы живете не в городе, если вы живете где-то на более открытой территории, например, в сельской местности или в горах, вам лучше проводить время снаружи, а не в помещении. Вместо того, чтобы запереться в четырех стенах со своей семьей из пяти или десяти человек, лучше находиться снаружи. Главное, чтобы вы соблюдали дистанцию с окружающими, как минимум в два метра до тех пор, пока это не пройдет. Разве это пройдет просто так? Может быть и нет. Но если мы будем удерживать это достаточно долго, наша способность справляться с вирусом может значительно улучшиться. Так говорят все ученые и врачи. Следующий вопрос от Захида. Намаскарам, Садгуру. Я с упоением смотрел ваше видео в эти несколько дней изоляции и должен сказать, что вы просто рок-звезда. Я хочу спросить, что станет следующим шагом для людей вроде меня, которые еще не обучились какой-либо духовной практике из тех, что вы предлагаете? Как нам начать духовный путь? Не знаю, почему ты понизил меня до рок-звезды. Я йогин, но ты понижаешь меня до рок-звезды. Насколько я знаю, большинство рок-звезд живут очень плохой жизнью. Я не живу плохой жизнью. Я живу очень хорошей жизнью как внутри себя, так и снаружи. Так что, пожалуйста, не нужно понижать меня. Можешь называть меня йогином, потому что им я и являюсь. Я понимаю, что ты хочешь сказать. В этом все дело. Все дело в том, что большинство людей не обладает достаточной разумностью, чтобы заниматься тем, что для них жизненно важно, когда все вокруг идет хорошо. Им нужна какая-то катастрофа. Чтобы пробудить их, требуется какое-то бедствие. Бедствие уже произошло. Надеюсь, что оно не превратится в фономасштабную трагедию. Но мы уже смотрим в глаза надвигающемуся бедствию. Если ты хочешь стать духовным сейчас, это хорошо. Я не знаю, и меня это особо не заботит, по какой именно причине ты хочешь обратиться к духовности. Главное, чтобы ты превратил свою жизнь в глубокое переживание. Прежде всего, давайте разберемся, что значит духовность и что такое духовные практики. Все, что вы накопили, по своей природе в основном является физическим, включая отношения с другими людьми. Все это физические вещи. То, что вы не накопили, и все, что является жизнью самой по себе, это и есть духовный процесс. По сути, когда вы спрашиваете, должен ли я заниматься духовным процессом, это означает, должен ли я найти средства, чтобы погрузиться в себя, познать глубину своего существования, или же мне нужно жить лишь поверхностно, жить ли мне просто с кучей вещей, которые я накопил, или же я должен познать природу своего существования. Вот что ты спрашиваешь. Тебе стоит этим заняться. Ты этим не занимался все это время, а сейчас думаешь, что я рок-звезда. Не важно, как это работает для вас, но, как я уже сказал, мы предложим определенный модуль, сочетание мантры и определенной практики, которая называется ишакрия. Это будет доступно в приложении. Вы можете воспользоваться этим. Мантра помогает генерировать самад прану, или жар в системе. Генерировать ушну. Слово ушна можно перевести просто как жар, но это не тот жар, о котором мы говорим в контексте температуры. Существует нечто, что мы называем ушной и шитой, что переводится как жар и холод. Но это не совсем точный перевод. Это указывает в нужном направлении, но это обозначает нечто иное. Если вы генерируете достаточно самад праны и создаете ушну в системе, тогда ваша иммунная система функционирует гораздо лучше. Так что эта мантра как раз помогает в этом. Она обеспечит определенную устойчивость и силу вашей иммунной системы, поскольку она вырабатывает жар. Не знаю, знакомы ли вам это. Большинство индийцев наверняка слышали слово «тапас». «Тапас» означает… «тап» означает жар. «Тапас» означает процесс, который генерирует жар в системе, потому что поддержание иммунной системы на высоком уровне сопротивляемости имеет первостепенное значение. Если мы хотим прожить жизнь комфортно, чтобы мелочи не отбрасывали нас от цели нашей жизни, простуда, кашель и лихорадка мешают людям двигаться к тому, что они хотят делать в своей жизни, просто потому что иммунная система не настолько эффективна, какой она должна бы быть. Так что мы обучим вас этой мантре и Ишекрии, которые помогут вам находиться немного в стороне от всего, что вы накопили, включая ваше тело и содержимое вашего ума. Важно понимать, что вы знаете только два вида страдания – физическое и умственное. Как только вы создадите небольшое расстояние между вами и вашим телом, между вами и вашим умом, это будет концом всем страданиям. Итак, это время, когда вы должны сделать так, чтобы вы вышли за пределы страданий. Как только вы выходите за рамки страдания, вы естественным образом захотите исследовать самые глубины вашего существования. Этот вопрос от Серджи. Дорогой садгуру, я живу во Франции, но я итальянец. Вся моя семья живет в Италии. Как оставаться спокойным и не впадать в панику в этой ситуации? Мне очень сложно сохранять спокойствие. Спасибо за вашу помощь и берегите себя. Разные люди живут в разных странах по всему миру. Только вчера я разговаривал с одним человеком, которого я хорошо знаю. Ее сын сейчас в Нью-Йорке, и он заражен коронавирусом. Оба родителя находятся здесь, в Индии. Сыновья находятся там, одни в своей квартире. И они в ужасе. И теперь она говорит мне, «Почему же мы отправляем своих детей так далеко? Разве они не могут быть счастливыми здесь, где живем мы?» «Мы отправили их так далеко, и теперь мой сын заражен коронавирусом, а я не знаю, что мне делать». Я напомнил ей, «Что ж, десять лет назад вы тоже жили далеко от своих родителей. Теперь вы вернулись назад. Может быть, прежде чем вы умрете, он тоже вернется». Дело не в этом. Дело в том, что вам необходимо понять, что благополучие человека не зависит от того, отправляетесь ли вы туда или сюда, делаете ли вы то или это. «У нас здесь идет великолепный дождь, мы сидим снаружи». Я понимаю, что вы переживаете, потому что люди, которые вам дороги, находятся в другом месте, в особенности в таком месте, которое проходит через эпидемию инфекции. Сотни смертей каждый день. Конечно, вы будете обеспокоены. Но доводя себя до болезни от беспокойства, впадая в панику, вы не решаете никаких проблем. Как я уже сказал, чем больше вы волнуетесь, тем больше у вас проблем. Сейчас существуют проблемы. Никто не отрицает, что есть реальная проблема, которая касается всех нас. В этом нет сомнений. Но будем ли мы справляться с этой проблемой настолько хорошо, насколько можем? Или же мы будем преувеличивать ее в своем уме? Вот какой у нас выбор. Я бы посоветовал вам не преувеличивать это в своем уме. В мире и без того достаточно проблем. Все мы должны разобраться, как с этим справиться, как минимизировать проблему для самих себя и для всех вокруг. Вот на чем мы должны сконцентрироваться. И это то, что мы должны осуществить. Потому что это то, что требуется от человека. Вопрос от Теджиса. Намаскарам, Садгуру. Недавно я прочитал статью о том, что после введения комендантского часа в Китае увеличилось количество разводов. Сейчас комендантский час введен и в Индии. Есть ли у вас какие-нибудь советы для нас, индийских семей? Если ваш брак выживает только за счет того, что вы находитесь порознь, это очень печально. Ну, по крайней мере, вирус заставил многих понять, что они в браке, которого у них на самом деле не было. Потому что если вы вместе пару недель и это все разрушает, это значит, что в действительности у вас не было брака. У вас просто была договоренность, которая продолжала работать из-за вашего отсутствия, а не из-за вашего присутствия. Я не думаю, что это станет проблемой для Индии. Я уверен, что те, кто все время были заняты на своей работе, будут счастливы побыть со своими семьями. Они будут поддерживать крепкие связи и сделают свои семьи более значимыми как для себя, так и для всех остальных. Здесь это работает таким образом. Не думаю, что мы должны внедрять это, когда общество становится целиком направленным на то, чтобы использовать все для своего благополучия. Если вы думаете только о том, как ваш муж или ваша жена должны служить вам, полезны ли они для вас или нет, если вы постоянно думаете таким образом, тогда подобное будет происходить. Пусть ваша жизнь будет такой, чтобы вы постоянно стремились сделать чью-то жизнь прекрасной. Быть прекрасными — это ваш проект, который вы должны завершить внутри самих себя. Но сейчас ваш проект должен быть посвящен и тому, как сделать прекрасной жизнь и другого человека.